Добровольцев вывозили в лес, на пустырь или промзону. Там уже ждали зрители. На бойцов делали ставки. Всё как в дешёвом кино. Там происходила просто-напросто драка. Драка до отключки. То есть правила были до отключки. Никаких других правил просто не было. Друг друга били, просто нас просто избивали. Некоторым до сих пор просто приходится обращаться к врачам. Запали энергии. Они просто лежали люди, они просто прыгали на головах. Били, то есть до тех пор, пока их уже не оттяну. Мне уже потом объяснили, что я бьюсь, пока не падаю. Сколько через меня соперников пройдёт, неважно. Вот я бьюсь, пока не падаю. Получилось так, что я вошёл и за мной сразу как бы обратил внимание, что круг вот этот, вот эта ложбинка загорается. Когда второго бойца я положил, парня, оказалось, что народ начал просто орать, макни его в огонь. То есть вот у них был кайф, так, га, увидеть горящий, там, обожжённую морду. Все нелегальные бои проходили под прикрытием местных бандитов. Они же договаривались с милицией, чтобы не мешало, и с машинами скорой помощи. Сломанные носы и челюсти за травму не считались. Было гораздо хуже, если соперники теряли над собой контроль. Человек уже был без сознания, прижёг вверх, колени под себя, и полностью, то есть, как бы, получается, весь тело на ребра. Всё ломается, это, ну, человек там так и остался лежать, просто, ну, ушли. Если ты не встаёшь, или ты серьёзно травмирован, вот не можешь ты двигаться. Тебя, конечно, поднимают, кладут в эту азию. Я обратил внимание, что ребят, которых увозят эта таблетка, я больше не видел. Желающих калечить себя становилось всё меньше. А те, кто хотел увидеть чужую кровь, стали частыми гостями официальных турниров. В конце 90-х нелегальные бои проводились всё реже, и в настоящее время практически исчезли. Но даже сейчас разрешённые турниры редко обходятся без контроля преступных авторитетов. В Дагестане зрители настолько активно пытались вмешаться в ход поединка, что вокруг бойцовской арены выставили вооружённых спецназовцев. Бились дагестанец и белорусы. После того, как была объявлена ничья, судей окружили местные бандиты, и, угрожая расправой, потребовали продолжить схватку. В результате победил местный боец. Наш век совпал с таким временем, что как раз тогда, когда нам надо было бы особенно процветать, нам даже совестно жить. Цицерон. Жизнь на арене не была долгой. Оставшийся в живых триумфатор зачастую получал свободу от гладиаторской службы по требованию зрителей. Однако история знает немало примеров, когда боец отказывался от этой милости. После 10 побед гладиатор мог уже официально уходить на покой. Но многие ветераны оставались жить в гладиаторской школе. Некий Фламме, одержавший победы в 52 сражениях, четыре раза получал свободу и четыре раза отказывался от нее. Он уже не мог променять опьяняющую славу и магию арены на спокойную и сытую жизнь. Он погиб в 53-м бою, и семь городов империи посмертно назвали Фламме своим почетным гражданином. К этому дню Валерий шел всю жизнь. Победа или поражение в предстоящем бою определят его судьбу. Победа позволит уйти из спорта на пике со сбывшейся мечтой и титулом чемпиона мира. Поражение заставит сжать зубы и вновь несколько лет ждать вызов на поединок, которого может уже и не быть. Когда уже на грани возможностей, то есть ты уже весь выдох, отдал все, что можно, а нужно продолжать поединок и еще постараться выиграть, как ни странно. И, слава богу, как правило, это мне удавалось. Руки, ноги ватные, голова просто, можно сказать, гудит. Не соображаешь, может быть, даже знаешь, что нужно делать в данный момент, но просто уже не можешь. И, стиснув зубы, пытаешься доделать. Иначе какой смысл выходить? Уже в аэропорту Валера узнает, что несколько часов назад его соперник Трэвис Фултон отказался от поединка с российским бойцом. На тренировке ему повредили позвоночник и сейчас американец в больнице. Это очень плохо. Это значит, что Валера войдет в клетку с чемпионом Японии, который готов убить или умереть. Ради победы. Нет ничего гибельней для добрых нравов, чем зрелища. После зрелища... Центральному спортивному комплексу стекаются возбужденные толпы народа. Мужчины, женщины, дети. Афиши обещают незабываемое зрелище. В город привезли лучших гладиаторов. В программе два бескомпромиссных боя за звание чемпиона мира. Агенты букмекерских контор делают ставки. Чемпиона Японии пока никто не видел, но все знают, что он прилетел со своим фамильным мечом самурая, тренером и сотней японских болельщиков. Шоу обещает быть кровавым. Вокруг клетки столик. Это самые дорогие места. Появляется у Рита Коза. Самурай осматривает боевую арену, покрытие, проверяет упругость клетки. Валерий знает, что его соперник проповедует образ жизни воина. Не пьет, не курит, даже не смотрит телевизор. Он очень опасен. Может добить упавшего противника. Вся его жизнь это постоянные тренировки и бои, в которых он один из лучших. Многотысячный зал заполняется до отказа. Люди приходят целыми семьями в нарядной одежде. Запасаются едой и напиткой. Возбуждение нарастает с каждой минуты. Толпа любит чужую кровь и ждет ее. Публика, которая любит все вот эти боевые виды спорта и особенно бои без правил, это в большинстве своем люди нерешительные, достаточно слабовольные, имеющие какой-то психологический изъян и подпитываясь чужой энергией, чужой кровью, они, как вампиры, обретают силу. Валерий уходит в технические коридоры подальше от шума арен. Он думает только о победе. Победа даст ему свободу. Тогда он уйдет из этого спорта, заведет семью, вырастет детей. Его мама больше не будет переживать. Гладиатор медленно погружается в боевой транс, боксирует с тенью японца и ничего не видит, кроме лица противника. В это же время чемпион Японии медитирует в самой дальней раздевалке. Опытный воин настраивает свое тело на поединок, постепенно отключая болевые рецепторы. Он тоже думает только о победе. Поединки за титул чемпиона в легком весе парень из Казахстана ломает ребра сопернику. От страшной боли тот теряет сознание. Но публике этого мало. Толпа требует основного боя. Пусть предостережет тебя моя судьба. Неломанного гроша запавшего, кто бы он ни был. Надпись на могиле гладиатора. КОНЕЦ 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 Валерий почти ничего не слышит. Стоит в какой-то давящей тишине Плиев видит только красный круг на белом фоне. Первые же удары Плиева ошеломят японца, но он очень быстро придет в себя. Визжащий зал пропадет в темноте. Останутся только два гладиатора. Самбо против дзюдо. Карате против бокса. Варвар против самурая. Казалось, что у Рита Коза сделан из железа. Он не замечает сокрушительных ударов, атакует и молниеносно перемещается по клетке. 15 минут смертоносного танца на пределе возможности. В какой-то момент Валерий почувствует, что силы покидают. Ноги нальются тяжестью, руки потеряют мощь удара. Но японский гладиатор тоже тяжело дышит. Время поединка закончилось. Они равны, но по законам боя победитель должен быть только один. Толпа кричит «Россия! Россия!» Толпа не знает, что у Валерия сломана правая рука. Что до вершины всего один шаг, но ему не хватает воздуха и нет сил признаться самому себе, что победа ускользает. Гладиатор делает вид, что с рукой все в порядке. Объявлено дополнительное время. Шанс для каждого. Они вновь бьются и вновь они равны, как тысячи лет назад. Последние секунды. Десять. Девять. Зал уже не кричит. Он ревет. Боль ушла. Субтитры создавал DimaTorzok Потом в интервью у Рита Коза скажут, я очень расстроен, я виноват. Я с недостаточным уважением отнесся к своему противнику, поэтому проиграл. Извините, я виноват. Это был последний бой Валерия Плиева. Новый чемпион мира получил славу и свободу. Теперь гладиатор уйдет из большого спорта. Ему повезло, он выжил. На какой-то миг он поднялся над многотысячной толпой и стал ее кумиром. Ради таких мгновений проливали кровь римские гладиаторы, бились на турнирах рыцари и моряки открывали новые земли. Пройдут тысячи лет, но человек останется прежним. Одни будут платить, другие биться. И всю жизнь победитель будет вспоминать пьянящий вкус победы, так похожий на вкус крови. Так было. Держи удар. Здравствуйте. Это программа «Держи удар». И я ее ведущий Юрий Дюр. Как всегда по воскресеньям, мы знакомим вас с событиями, происходящими в мире боевых искусств. Сегодня в программе вы увидите... Хоть чуть-чуть походить на сильный полк. И заметьте, никогда наоборот. С чего ты взял? Идите в бабский монастырь. Смотрите сами. Ну почему же так? В попкорне тоже есть много полезных. Да ладно. Ну, к примеру, одна... Приготовив зелье номер 86, ведьмы пытаются очистить Британию... Да не аресту! Похожая концепция использовалась в фильме 93-го года «Фокус-покус». Неплохо, Макс! «Фокус-покус». Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Здравствуйте, молодые люди Владимир Роман Евгений А тайский бокс, этот вид спорта, вам о чем-нибудь говорили? Смотрел в кино Смотрю по телевизору бои Да нет Наслышал У вас замечательная комплекция Вот попробовать себя в качестве тайбоксера Хотели бы? Да Можно? Давайте попробуем Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ребята, сегодня я постараюсь познакомить вас с тайским боксом, что это такое И может кто-то из вас захочет прийти в дальнейшем тренироваться в наш клуб Итак, приступаем к тренировке Упражнение началось Ноги вместе, руки в рост Раз, два, три, четыре Ноги выше, руки шире Когда человек приходит в спортзал, он в спортзале Оставляет весь негатив И отсюда уходит полностью удовлетворенным человеком Как внутренне довольным, так и физически Тело тоже довольное остается И в дальнейшем служит гораздо дольше Тайский бокс называют еще бой восьмируких Потому что существует как бы восемь ударов Это у нас, считаете, две ноги, две руки, два колена и два локтя Баркс? 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 Я понял, что самое реальное Это не лояльные клиенты, не супертовар, который можно продать А летящий кулак тебе в лицо Он ощущается так реально, что начинаешь переоценку делать многим вещам Вот, так что советую всем попробовать Ощущения от тренировки какие? Ну, усталость, непривычки первый раз Тяжеловато Расслабился Сбросил недельную нагрузку, которая скопилась за рабочие дни Хорошо, что при недостатке физических упражнений Дефицит восполняется буквально за считанные минуты То есть это такая разминка после рабочего дня Обалденная Есть намерение заняться спортом? Очень хочется, по крайней мере Буду стараться выкраивать время Мы продолжаем вас знакомить с приемами самообороны Повторим пройденное и усложним задачу Отработаем приемы с помощью коленей ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мы продолжаем поиск претендентов на приз от компании Adidas Это любители спорта Регулярно посещающие спортивные и тренажерные залы Люди, которым спорт помогает в учебе и работе Позвоните нам и расскажите о своем увлечении И наиболее яркого участника ждет приз от компании Adidas А сейчас о себе расскажет Кристина Сутурина Увлечение Кристины восточными танцами началось, как водится, случайно С просмотра небезызвестного сериала «Клон» Детище бразильской киноиндустрии благополучно кануло в прошлое А девушка из Сибири по сей день остается верной поклонницей танцев Востока Дизайн своего первого концертного костюма Кристина придумывала И воплощала в жизнь вместе с мамой Так уж получилось, что первое платье не стало последним Свой очередной наряд девушка привезла уже из Турции Вместе с желанием научиться танцевать, как профессионалки с Востока Я обошла немало в Турции лапочек, где бы найти этот костюм И я буквально когда увидела его, влюбилась Я сразу представила, как я буду в нем танцевать Спустя два года наша Кристина танцует не хуже их жадей Аншлаги на школьных вечерах и в молодежных клубах Итог упорной работы увлеченного человека Сегодня девушка учит подружек секретом своего мастерства И делится рецептом хорошего настроения Говорит, было бы желание, а научиться магии восточных танцев можно в любом возрасте Во-первых, дает уверенность в себе Хорошая осанка, потом хорошая фигура Это пластичность, женственность Появляется даже какое-то чувство, что ты женщина И красота изнутри Восточные танцы – одно из многочисленных увлечений нашей героини В списке интересов прочно прописались Занятия вокалом, аэробика, фитнес-путешествия А последние полгода девушка зажигает и вместе с хоккейной командой «Авангард» Не идет ли умение, не погаснуть Мы праздливы в яркий свет От души победы нашей мира Шлем большой привет С такой группой поддержки у омских ястребов есть все шансы на победу В ближайшем будущем выпускницы 109-й школы Планируют расширить круг интересов профессиональным увлечением Вполне вероятно, что прекрасная танцовщица в настоящем Станет отличным врачом в будущем В связи с тем, что я уезжаю со сборной командой на Кубок России в город Сочи А затем на чемпионат мира в Бангкок Мы, к сожалению, прерываем серию наших передач Но с моим возвращением я надеюсь привести вам новые впечатления Много интересных и ярких новостей Желаю вам не терять время зря Заниматься спортом, вести активный образ жизни С оптимизмом смотреть в будущее А я прощаюсь с вами До встречи Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok